Маслова, Сергей Владимирович! 9 марта в селе Тогур состоялось событие исторического масштаба. Тогурской средней школе присвоено имя ее выпускника, Героя России Сергея Маслова. Об этом красноречиво говорит внешний вид школы. Сергей Владимирович прилетел из Москвы, где уже много лет проживает, и принял участие в торжественном митинге, прошедшем на территории его родной школы. Открыл мероприятие глава Колпашевского района Андрей Медных. Сегодня поистинное знаковое событие не только для села Тогур, не только для Колпашевского района, а для сей земли Томской. Я думаю, что каждого здесь находящегося, кто сегодня знает о этом мероприятии, переполняет чувство гордости, что на нашей Колпашевской, Тогурской земле воспитан Герой России. На торжественном митинге присутствовала мама Героя России Валентина Николаевна Маслова, депутаты Думы Колпашевского района, представители районного отделения Союза ветеранов Афганистана, действующие сотрудники и ветераны вооруженных сил, педагоги и ученики городских школ, кадетского корпуса. На встречу прибыл заместитель председателя Законодательной думы Томской области Александр Куприянец. В рамках проекта «Историческая память» инициированного партией «Единая Россия» Александр Куприянец предложил присвоить Тогурской средней школе имя Героя-земляка. Отметим, что два уроженца Томской области носят звание Героя, и один из них Сергей Маслов. В конце 2020 года я обратился к главе Колпашевского района с просьбой. Андрей Федорович, давай порассмотрим вопрос, чтобы Тогурская школа, где учился Сергей Владимирович, носила его имя. Надо сказать, что районная администрация быстро, оперативно отреагировала на этот вопрос, и в 2021 году такое решение было принято. Мы, учащиеся и педагоги, оцениваем всю степень доверия, оказанную нам. С благодарностью заявляем, что будем прославлять имя Сергея Владимировича достойными свершениями. С честью будем подтверждать присвоенное школе имя Героя России, не уроним эту планку и сделаем все, чтобы внести свой посильный вклад в историю Колпашевского района, а значит и частичку в историю нашей страны. Уроженец села Тогура, летчик-испытатель Сергей Маслов гордый с Колпашевского района. Он с отличием окончил Сызранское высшее военное училище летчиков. Сейчас работает летчиком-испытателем в Национальном центре вертолетостроения «Миль и Камов». В 2008 году за мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, полковнику Военно-воздушных сил Российской Федерации Сергею Маслову, было присвоено звание Герой России. Я очень признателен, конечно, за высокую оценку моего труда. Понимаю, что большое доверие, которое мне оказывается подобным образом, оно требует и большой ответственности. Думаю, что, понимая то, что школа моя будет носить мое имя, конечно, это очень ответственно, очень важно, почетно. Поэтому я вам тоже обещаю своим трудом крепить обороноспособность нашего государства. Торжественности мероприятию придал парадный строй в составе воспитанников кадетского корпуса, колпашеских юнормейцев и сотрудников полиции в честь Героя России Сергея Маслова. По мнению Александра Куприянца, когда школа носит имя знаменитой личности, это дает положительный эффект в патриотическом воспитании. Патриотическое воспитание подрастающего поколения для того, чтобы молодые люди стремились быть подобными своим героям. Надо сказать, что работа в этом направлении талантливым коллективом педагогов Тогурской средней школы ведется на высоком уровне, в чем гости мероприятия могли убедиться лично, побывав в учебных классах и пообщавшись с учениками. На первом этаже Тогурской средней школы размещен стенд, посвященный Сергею Маслову. Каждое утро, входя в школу, дети, педагоги, в виде изображения на стенде Сергея Владимировича, будут помнить о том, что они должны быть наглого, честнее, умнее, профессиональнее. На взлетной полосу их пролезают квадрокоптеры. Ими управляют обучающиеся седьмого класса. В одном из учебных кабинетов Центра образования «Точка роста» Сергея Маслова ждал сюрприз. Воспитанники кружка образовательной робототехника представили герою России проект «Тогурский аэропорт», в котором имелась не только авиатехника, но и наземный транспорт по обслуживанию взлетной полосы. «Я летчиком давно мечтаю стать, чтобы самолетами с землей летать, старательностью меня не занимать и непременно выучить летать. А в конце нашей встречи мы хотим вам подарить вертолет, изготовленный 3D-ручкой. А чтобы у нас осталось в память о нашей встрече, оставьте свой автограф на модели нашей «Торелка». К слову сказать, несколько учеников «Тогурской школы» мечтают в будущем связать свою жизнь с авиацией. Сергей Маслов поддержал начинание ребят, подарив им тематические книги. «Сегодня несколько человек сказали, что мечтают стать летчиками, поэтому, конечно, буду помогать. Возможности есть, будем и рассказывать, и показывать». Сергей Маслов восхищен работой педагогического коллектива и качеством образования, которое получают тогурские школьники. «Земля сибирская, она богата талантами, поэтому пусть мальчишки и девчонки развиваются на благо нашей Родины. Не все так плохо у нас, как пытаются нам внушить, поэтому молодежь – это наше будущее. Поэтому я уверен, что и слова Ломоносова о том, что Россия будет перерастать в Сибирь, осуществляться. А мы будем перерастать молодым поколением, которое сформируется и будет достойным продолжателем славных традиций Тогурской средней школы». Книги об авиации Сергей Маслов передал и школьному музею, который проводит большую работу в части сохранения исторической памяти о земляках. Одна из экспозиций посвящена Сергею Маслову, а ведь это и есть патриотическая работа, когда ученики узнают о достижениях земляков и равняются на них. А еще Сергей Маслов поучаствовал в интеллектуальной игре, где ряд вопросов касался его биографических сведений. «Когда родился летчик-испытатель в государственном 3 декабря 1960 года». Юные журналисты из школьного пресс-центра подготовили спецвыпуск газеты и памятный сборник, посвященный Сергею Маслову. Навыки сборки, разборки автомата и меткой стрельбы гостям продемонстрировали ребята, посещающие спортивно-патриотический кружок «Меткий стрелок». Токурская школа – одна из немногих в районе, у которой имеется электронный тир. Его преимущество оценил и герой России Сергей Маслов. Во время экскурсии Сергей Маслов часто останавливался возле фотозон, где размещены снимки его учителей и одноклассников. Уроженец Тогура с теплотой вспоминал о школьных годах. «Горжусь тем, что учился в Тогурской средней школе. Знаю много достойнейших выпускников, которые по всему белому свету прославляют поселок Тогур. И всегда считал, что у нас был очень сильный педагогический коллектив. Конечно, в этом во многом заслуга нашего директора тогда, Хатникова Алексея Никитовича. И, конечно же, помню всех своих учителей, всех воспитанников. Повторюсь еще военрука своего, Фоминцева Владимира Ивановича, ныне, к сожалению, покойного. Я его вспоминаю все время, потому что он сыграл в моей судьбе огромнейшую роль». Нынешний коллектив учителей чтит традиции, заложенные педагогами-наставниками. Это индивидуальный подход к каждому ребенку, душевность, но в то же время требовательность. Тогурская средняя школа под руководством Олеси Пшеничниковой не стоит на месте. В последнее время произошел прорыв в части технического оснащения. Глава района Андрей Медных высоко оценил достижения образовательного учреждения и поблагодарил педагогов за труд. Приятный сюрприз Сергея Маслова ожидал в классе номер 50, где он когда-то учился. Герои России встретили его одноклассники и классный руководитель Миля Мусуна-Бигбулатова. «Я рада, что это мой ученик, которого я взяла в четвертом классе. А мальчика знал из самого детства, потому что знала его родителей. Учиться он начал, так же, как все, но учился с увлечением. Поздравляем его еще и еще раз. Сереженька, ты молодец. Ты был хороший ученик, хороший военный, хороший сын своей мамы». «В этом классе обучаются выпускники 11 класса, и теперь будет право предоставлено лучшим и лучшим в виде этой партии». После окончания школы прошло более 40 лет, но класс, в котором учился Сергей Маслов, сохранил теплые, дружеские отношения. В такой же атмосфере прошла и встреча, где царили улыбки и прекрасное настроение, воспоминания из школьной жизни. «Мы хотим, чтобы подрастающее поколение было таким же мужественным и благородным, и среди них всегда находился такой герой, как ты». Сергей Маслов вместе с Александром Куприянцем, Андреем Медных и колпашевскими ветеранами локальных войн посетили мемориал воинам-интернационалистам, чтобы возложить цветы и почтить память земляков. Сергей Маслов и сам когда-то в качестве командира экипажа участвовал в боевых действиях в Афганистане, он совершил 360 боевых вылетов на вертолете Ми-24 и был награжден орденом Красной Звезды.